Подсказали нам операторы телеканала «Россия». Они сняли небольшой сюжет, предлагаю вам его посмотреть. Вы видите совершенно случайные кадры. Такие моменты съемок обычно выбрасывают при монтаже, как неэстетичные. Но операторы хранят их в своих архивах, как веселую память о работе. Все эти люди даже не подозревают, что их снимают. Поэтому ведут себя естественно. Как говорится, без комментариев. Пальцы, ногти, ручки, зубы, уши. Вот из чего складываются наши вредные привычки, на которые мы обычно не обращаем внимания. А так ли они вредны? И нужно ли от них избавляться? Давайте разбираться. Давайте поаплодируем операторам. Мы сегодня будем говорить о привычках. И причем не просто о привычках. Дело в том, что привычки нельзя рассматривать просто как какой-то механический такой навык. Существуют привычки, безусловно, вредные. То есть те привычки, которые состояние здоровья у человека ухудшают. И сегодня мы будем говорить именно о них. Кто может признаться в том, что он хрустит пальцами, грызет ногти? Вы, красивая блондинка, идите к нам. По крайней мере, вы честная. Тут у нас полстудии грызут ногти, никто же не признается. Мне так стыдно. Зачем я призналась? Почему стыдно? Ну, потому что некрасиво. Но мы же не будем над вами смеяться. Мы постараемся сделать так, чтобы вы избавились от этой вредной привычки. Первый шаг к тому, чтобы от вредной привычки избавиться, понять, а почему, собственно, эта привычка вредная. Мы вчера провели эксперимент ради интереса. Вот у Миши взяли у него мазок из-под ногтей. И попросили в лаборатории высеять то, что мы оттуда выскребли. И что это получилось? А вот это, собственно, то, что у тебя живет под ногтями. Какой ужас. А что же потом будет в кишках вообще? Бактерии, грибы. То есть, на самом деле, у человека под ногтями хранится очень многое. И самое печальное, что в числе этих жильцов, которые под ногтями живут, могут оказаться ведь и личинки паразитов. Я тоже подумала. А люди все это тянут в рот. Ужас. И грызут. Кошмар. Другая привычка, не менее вредная, это ковыряние в носу. То есть, люди так увлекаются этим процессом, что травмируют слизистую оболочку носа. А это может привести к попаданию инфекции, развитию воспаления. И, в общем, последствия таких травм очень сложно предугадать. Потому что, как минимум, это гематома, а как максимум, это инфекционное воспаление, которое дальше начинает распространяться. Еще одна привычка – это ковыряние зубочисткой в зубах. У меня мой друг, стоматолог Сергей Петрович, до сих пор нервно вздрагивает, когда на стол ставят зубочистки. Потому что к нему постоянно приходят люди, которые этими зубочистками умудряются откалывать себе кусочки зубов. Ну, так, они очень старательно выковыривают остатки пищи, что умудряются иногда выковырнуть часть зуба. Еще две вредных привычки. Во-первых, люди жуют жвачку. Где-нибудь уходит чуть ли не пачка, не две. Вот реально говорю. Давайте разберемся, почему это вредная привычка. Дело в том, что, когда человек жует жвачку, у него возникает пищеварительный рефлекс. У него начинает выделяться сначала слюна, потом желудочный сок дополнительно. И в условиях, что желудок пустой, а выделение желудочного сока не прекращается ни на минуту. Это может привести к раздражению слизистой желудка, формированию сначала эрозивных повреждений, а в дальнейшем не исключено, что и язвы. У меня уже просто нет слов. Какой-то ужас. Подождите, мы еще последнюю привычку не разобрали. О, Боже. В некоторых случаях люди любят делать пальцами всевозможные такие движения, крепко их сжимать и щелкать. К своему стыду я тоже так делаю. Мне кажется, что после этого мои суставы как-то заново обновляются. Дело в том, что в какой-то степени это миф относительно того, что это настолько уж вредная привычка. О. На самом деле, проводили исследования. Ученые же долго пытались понять, что это вообще за странный звук, когда люди хрустят суставами. И они пришли к выводу, что это достаточно безвредное явление. То есть сам щелчок, который сопровождает растяжение суставной сумки, это просто следствие выхода из суставной жидкости газов, которые в ней растворены, под действием растяжения. То есть сам по себе он не несет каких-то негативных последствий. Но то, что люди при этом могут делать резкие движения, задействовать крайнюю амплитуду движений суставов, может травмировать края суставов и приводить к развитию артритов. Поможет нам избавиться от вредных привычек наш эксперт, психолог Елена Александровна Вяхерева. Идите к нам, Елена. Добрый день. Для начала я хотела бы согласиться с доктором, что вредная привычка это автоматическое действие. И поэтому избавиться от нее не так-то просто. Чтобы мы научились действиям, которые позволят нам избавляться от вредных привычек, нужно понять схему, как это действует. Первое, это мотивация. Миш, вы можете записать даже это для того, чтобы мы запомнились. Начертим схему. То есть мы идем к классической схеме. Мы осознали, что есть проблема, и теперь пытаемся ее разделить на определенные звенья. Да. Мотивация. То есть человек должен быть заинтересован, избавиться от вредной привычки. Второе, это релаксация. Дело в том, что, будучи младенцами, мы все с вами вот этот сосательный рефлекс использовали как период утешения. Когда мы накормлены материнской грудью или из бутылочки, то потом ребеночек засыпает, посасывая соску. Он спокоен, потому что всегда знает, что в любой момент он может получить питание. Все, что связано с родовой полостью, это все вот этот самый рефлекс сосательный, который у взрослого человека проявляется уже во вредных привычках. Я так понимаю, что и к курению можно отнести. Абсолютно точно. Для релаксации можно использовать что-то другое. Да, и для этого нам поможет третий пункт. Это замена привычки или выработка новой привычки. Потому что на пустом месте должно что-то образоваться. Поэтому, что же мы можем сделать? Ну, например, вот у нас есть леденцы. Возьмите, пожалуйста. От леденцов в таком количестве, как вы их можете высыпать. Сколько времени один леденец? Ну, я буду его держать. Надо микрофон. Я просто начну его грызть, и все. Мне надоест, и я начну его грызть. Могу много съесть. Нет, вы много съесть не сможете по одной простой причине, потому что у нас будет четвертый пункт, который называется контроль над ситуацией. Когда мы понимаем, что нас очень тянет взять что-то в рот, мы берем, но мы уже фиксируемся на этом. Что еще? Еще мы можем просто сделать такое действие, как детский лак. К счастью, это помогает не только детям, но и взрослым. Попробуйте. Дело в том, что этот детский лак, так называемый, который продается во всех аптеках, он горький на вкус. Попробуйте, попробуйте. Им можно покрывать красивый маникюр, им можно после полировки ногтей мужчинам пользоваться. И это дает возможность раз и навсегда понять, что это ужасно, это горько, и это точно замена привычки, и точно контроль. Это помогает очень сильно. Есть привычка чистить нос. Откуда она? Дело в том, что когда у нас расконцентрировано внимание, когда мы устали, мы начинаем занимать руки. Даже есть привычка ковырять в носу, ничего не делать, значит. Чтобы человек не уставал до такой степени, чаще обычно это монотонная деятельность. Есть компьютер, когда мы сидим долго в офисе, уставшие. Это пробки. Значит, мы должны, во-первых, избавиться от этой привычки при помощи того, что у нас влажность должна быть нормальная. Да? Кондиционер в машине. Влажные салфетки. Ну и, наконец, если мы очень сильно устали, можно релаксационные упражнения сделать, не такие, которые ломают шею, да, а какое-то вращение. Любая активность, она приводит к тому, что человек концентрируется. И, наконец, можно какие-то заставки сделать себе, если уж кто-то офисный сотрудник, и очень долго приходится сидеть, нудную работу выполнять. Там, например, да, ну не ковыряя в носу, какие-то сигналы будут выходить. Это тоже визуальный ряд, который дает возможность, там, уши или так далее. Его никто не видит, но этот человеку дает возможность контролировать себя. Что мы можем еще сделать? Если вы чувствуете, что все, утомление наступило, лучше встать и две минуты прогуляться. Там, выйти в коридор, вернуться, поговорить по телефону с родными. Опять же, плюс положительные эмоции. И мы избавляемся от этих... Это релаксация фактически, да? Мы концентрируем свое внимание на чем-то другом более приятном. Ну и, наконец, самое примитивное, последнее. Это совершенно безвредно. Если взяли листочек один, да, его потом можно даже хранить в холодильнике, и намазали руки. Алоэ вообще очень полезное дерево. Полезное, но попробуйте на вкус свои пальчики. Спасибо вам большое. Присаживайтесь. Я хочу вас попросить напоследок сделать очень сложную вещь. Я прошу вас, чтобы вы накрасили все свои ногти вот этим лаком. Хорошо, хорошо. Давайте. Я не стану просить вас заедать это кусочком алоэ, то, что сделал я. Но все-таки это будет вам напоминать о встрече с нами на нашей программе. Я тоже делаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фактически она сжигает за собой мосты. Возьмите леденец. И леденец вам. Спасибо большое. Стойте, ты еще не все. Еще и спандер. Ой, а это зачем? Если вам захочется чем-то заняться, вы можете делать очень полезную вещь. Можете тренировать мышцы. Ой, это здорово. Это я люблю как раз. Прошу вас, присаживайтесь. Подборные аплодисменты зрителям. Итак, мы поняли важную вещь относительно вредных привычек. Главное понять, что они вредные, и дальше отказаться от них будет значительно.